Привет! Honor Magic 6 Pro заказывали? Готово. Первое место в рейтинге Dixomark. Ну, фотки тут действительно хорошие. Вопрос, лучше ли, чем у Xiaomi 14 Ultra? Вообще, конечно, этого обзора не было бы без комментариев под роликом о камерафонах. С них я орал знатно. Диаметрально противоположные, абсолютно абсурдные, но иногда и справедливые комментарии. Под роликом сравнением камерафонов, где, напомню, мы выявили двух победителей Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro. Может быть теперь Honor лучший? А так, конечно, очень лестно и классно было читать про то, что ролик проспонсирован ОППА. И это сразу видно. Заплатили нам Vivo, но это очевидно. А потом и Xiaomi занесли чемодан. А вообще понятно, что этот ведущий, то есть я, предвзято относится к технике Apple. И при этом Apple Дрочер. Сам говорит про андроида, а ходит с iPhone. Подлец. Но при этом говорит iPhone плохие. Вообще, странные вещи. Кайф. В общем-то, адекватные комментарии были услышаны, поэтому Honor Magic 6. А я напомню, что когда мы предыдущий ролик снимали, он даже не вышел в этот момент, когда мы его снимали. Пришлось лететь в Стамбул, потом разбирать фотки, потом вот эту модную графику рисовать, на которую мы четыре дня потратили. Вот. О! Платежка от Honor пришла. Ну все, сейчас в игры. В общем, справляемся. Теперь это все довольны. Взяли Magic 6 Pro, а помимо него еще и Magic 6 RSR Porsche Design для богачей. В этом модуле основной камеры еще веселее. И по идее, вот эта версия вместе с Ultimate, которая эксклюзивно продается в Китае, должны снимать еще лучше, чем Magic 6 Pro. А я еще раз напомню, это первое место в рейтинге DXOMark. И мы ради всего этого доехали еще и до Якутии. Взяли с собой Magic 6 RSR, Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Вот чтобы совсем хорошо было. Просто подготовка к обзору должная. Не все, кстати, заметили, что в одном из предыдущих роликов обзор Realme 12 Pro Plus, несмотря на то, что ролик у нас был проплаченный, но фоткает он действительно неплохо. Вот прям очень неплохо. Мы на Кольский полуостров, на крайний север России ездили и вот там снимали. Сейчас вот Якутия. Так что давайте выяснять, занесли ли чемоданы денег Honor в DXOMark или все-таки это действительно лучшая камера? Но сначала немного о самом телефоне. Прям быстро. Потому что большой обзор конкретно про все делать никакого желания нет, потому что телефон ничем не удивил, кроме камеры еще одну вещь. Значит рассказываю. Сначала вышло две версии Magic 6. Базовая и Pro. Обе вполне себе флагманские по начинке, со Snapdragon 8 Gen 3, топовым LTPO дисплеем и всем остальным. Но прошка чуть повеселее за счет улучшенного набора камер. Если в базовой модели основной модуль имеет диафрагму 1.9, то в прошке появилась переменная с 1.4 до 2.0. Телевик с 32 мегапикселей и 50-кратного зума скакнул до 180 мегапикселей и 100-кратного зума. Правда цифрового. Также в прошку добавили поддержку спутников и TOF-сенсор к фронталке, чтобы и фоточки четче получались, но и, самое главное, разблокировка по лицу была максимально приближенная к Face ID. Точнее, это и есть Face ID, китайский. Потому что в темноте работает, в полной. И меня вот это прям прельстило, потому что, ну, классно же сделано. Почему ни одного нормального Android флагмана с Face ID нет и только Honor делает, ну и Huawei еще. Это прям супер круто. Я, честно сказать, даже задумался о переходе на этот Honor, но внешний вид меня очень смущает. Ну вот он стрёмный, ну некрасивый, но Face ID, это же так хорошо. В остальном смартфоны практически идентичные, но Magic 6 обычного у меня нет. Понятия не имею, как он снимает, честно говоря, мне наплевать. Можно тут же написать комментарий, ну все, какой тогда этот обзор сравнения. Можно выключать и дизлайк. Погнали. Цветов у нас пять. Две кожаных модели в зеленом и фиолетовом, а также три модели с матовым стеклом, классическая черная и парочка интересных с паттерном, белая и сине-зеленая. Похожи на OnePlus, но продается только в Китае. Потому что глобально Magic 6 Pro тоже продается, в том числе и в России, но только в зеленом цвете и в черном. На этом Honor не остановились и выпустили еще две модели. Это Magic 6 Ultimate исключительно для Китая, а также 6 RSR Porsche Design. Первый есть только в двух кожаных расцветках, фиолетовая и черная. И по мне это самая удачная модель в линейке по дизайну. А вот второй сделан в коллабе с дизайнерами Porsche. Без кожи, в стекле и двух версиях. Серый и розовый. У меня как раз последний. Этот цвет отсылка к первому Taycan. Хотя по дизайну, опять же, мне вот эта версия не зашла, но лучше, чем 6 Pro. Ах да, мы еще говорим спасибо нашим друзьям, магазину гаджетов biggeek.ru, потому что не стал бы я 200 тысяч рублей на это тратить, покупать себе Porsche Design. А ребята могут, привезли, все, теперь у меня есть Porsche Design. Можете у них купить, наверное, но в том числе и технику Apple, Pixel, OnePlus и Xiaomi, конечно. Ссылочка на ребят будет в описании. Короче, возвращаясь к Porsche и Ultimate версиям. Процессор и экран все точно такой же. А отличий? Минимум. Немного разной конфигурации памяти. В Ultimate у нас 16 гигов оперативы минимум. У других версий были комплектации и на 12 гигабайт. А в Porsche вообще одна версия, 24 гигабайта оперативной памяти и 1 терабайт встроенной. Не, ну 24 гига оперативы на неигровом смартфоне, это прям достойно уважения. Наконец-то Android Auto не будет глючить, потому что он здесь не работает, тоже это китайская версия. Хотя я смог поставить Android Auto, он даже в настройках отображается, но у меня в машине ошибку выдает. По беспроводу, по кабелю возможно будет работать, но не факт. А так, в целом, у нас китайские версии от глобалок отличаются двумя вещами. Первое. Нерабочий Android Auto и отсутствие eSIM в китайских версиях. Хотя Porsche Design выйдет и в глобальной версии. Тысячи так за 300. Там Android Auto будет eSIM. Надо брать. С другой стороны, у китайских Honor цена куда приятнее, чуть ли не в два раза. И при этом русский язык есть из коробки, и Google сервис тоже есть из коробки. eSIM и Android Auto. Но, наверное, пожертвовать можно. При этом перепрошить их на глобалку нельзя, потому что разблокировать загрузчик у Honor тоже нельзя. Ну а главным отличием Ultimate и Porsche Design стал LiDAR в основной камере, который используется вместо лазерной автофокусировки. 1200 точек фокусируются 60 раз в секунду. Кроме этого, доработали сенсор камеры. Если у 6 Pro у нас H9000, то в Porsche и Ultimate H9800. И в теории, как я уже и сказал, должен снимать еще лучше. Но это в теории. А что на практике? А на практике интеграция. Хороших машин на вторичном рынке много. Но что есть хорошая машина? Кому-то CarPlay прям с завода подавай. Кто-то хочет ездить на настоящем автомате без вариаторов, роботов. Кто-то топит исключительно за немцев. Кому-то нравится китайский автопром. Каждому свое. Но общее тут то, что хорошая машина — это проверенная машина. А как убедиться в надежности автомобиля? Для этого есть отчет от автору. Рассказываю. Допустим, вы хотите купить BMW X6 с рук. С первого взгляда и не скажешь, все ли в порядке с автомобилем. Да и владелец о многих сюрпризах может умолчать. А вот отчет о тачке информацию не скроет. Данные собираются из обширного количества источников. В нем можно узнать, скручен ли пробег, есть ли юридические ограничения, регулярно ли обслуживалась машина и так далее. Без отчета можно не заметить скрученный пробег, в итоге попадете на деньги. Разоритесь на обслуживании. Да и та же история с обслуживанием. Вдруг продавец там на яме с картошкой обслуживал машину, а не у дилера или в каких-то хороших местах. Отчет от автору сэкономит вам не только деньги, но и время. Если по отчету все нормально, можно лично встретиться с владельцем, посмотреть все вживую. Так что переходите по ссылке в описании, проверяйте автомобили и покупайте только надежные и хорошие. Вместе с автору. Комплект жирнейший. К смартфону в цвет положили кожный чехол с прострочкой надписями Porsche Design. Достаточно бестолковый, потому что бокам не защищает. Кабель Type-C Type-A. Адаптер питания на 100 Вт. Еще один кабель Type-C Type-A. На всякий случай. И зарядник для прикуривателя в тачку. На 66 Вт. С двумя USB-A. Все-таки коллаба с автомобильным брендом. Еще есть всякие бумажки. Карточка Porsche Design. И моднейшая иголка для сим-лотка. Не поскупились. Одобряем. А еще для справки. Название RSR расшифровывается как Renn Sport Rennwagen. С немецкого переводится гоночный спортивный автомобиль. И Porsche это название применяет для соревновательных версий Porsche 911. Исключительно. Видите какой розетки познавательный. Но концепция тут проста. Honor берет свой топовый смартфон. Делает ему дизайн вместе с Porsche. Причем это уже не первая коллаба. Ранее вышла раскладушка Magic V2 RSR Porsche Design. Я вот правда не могу себе представить, чтобы владелец Porsche, нового хорошего 911 или Cayenne Turbo GT пользовался телефоном Honor. Ну ладно, мы едем дальше. Короче, элементы корпуса должны напоминать спорткары. Вам напоминают? Стекло здесь Nano Crystal Shield, над которым во время презентации раскладушки Magic V2 RSR издевались как могли и наждачкой пилили и роняли и хоть бы хны. Стекло хорошее, говорят. И дизайн, по словам компании, отражает совместное желание развиваться. Ну короче, все это маркетинговый bullshit. Дизайн, ну в целом, окей. Титан даже здесь имеется, правда, вокруг камеры. Потому что вот это у нас алюминиевая рамка. Причем глянцевая. Некрасиво получилось, я считаю. Есть IP68, ну и от своего собрата не сильно телефон отличается. Экран-водопад здесь. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне не нравится. Вообще. 6,8 дюйма. OLED, LTPO. Пиковую яркость обещают до 5000 нит. Мы максимум намерили 2700. При обычном использовании 1400-1500. С шимом в целом тут окей. Хотя можно было бы и поменьше. На максимальной яркости 15. На средней 17. На минимальной 22%. Внутри тоже без особых изысков. Ну как, 8 Gen 3. Но зато, как я сказал, 24 гига оператива типа LPDDR5X у Porsche. И 1 терабайт встроенной памяти стандарта UFS 4.0 у Porsche. Кстати, насколько я знаю, 24 гига это сейчас прям потолок по оперативе для Snapdragon 8 Gen 3. Так что полный фарш. На всякий случай сделали бенчмарки. Ставьте на паузу, кому интересно. 2 миллиона баллов в Antutu. Это серьезно. Правда, на втором прогоне дропнулось уже до полутора лямов. 31% просадка. Максимум. В троттлинге вообще 49%. Ну, проблемки имеются. Хотя и не критичные. В игры тоже поиграли. Шустро-быстро. Polywar. 100-120 FPS. PUBG New State. Ну, до 90 кадров. Реально. Standoff 2. До 120. War Thunder Mobile. От 90 до 115. При этом, когда троттлит, там до 40 падает. Бывает и такое. И понижается также яркость экрана. Ну и Tuning Club. 55-60 кадров. Причем, заметьте, брали те игры, где есть поддержка 120 Гц и встроенный счетчик FPS. Тоже идея для комментариев. Вот так бы сразу надо. В целом, троттлинг есть. Нагрев тоже имеется. В чехле ощущается меньше. Из других особенностей батареи на 5600 мАч. Вот такая огромная батарейка здесь. Хотя, я повторюсь, телефон не игровой. Достаточно тонкий. И порядочная тут автономность. Два дня он реально выдерживает. И что интересно, это не литий-ионный аккумулятор. А на основе карбида кремния. Батарея меньше греется. Может съесть больше ватт. И занимает куда меньше пространства при той же емкости. Молодцы, хвалю. Развивать технологии надо. Заряжается тоже быстро. По проводу 80 Ватт. По беспроводу 66. Реверсивная 5 Ватт. Что еще? Две nano-сим-карты. Икпорт. Есть NFC. Мирпэй работает. Из кодеков есть LDAC. IPTX и IPTX HD. Type-C версии 3.2 Gen1. А чтобы понять, что это за версия такая, у нас недавно ролики вышли. И про Thunderbolt 5. USB 4 и USB 5. Вышел еще ролик про Wi-Fi 7. Вот прям недавно два классных ролика классных познавательных вышли. Посмотрите. Ссылочка на них будет в описании. Вот тут можно в комментариях написать, что это тоже реклама. На борту у нас система Magic OS. Выглядит очень стрёмно. Мне вообще не нравится. Но, наверное, это лучший вариант попробовать Android фанату iPhone. Потому что вот все очень похоже. Начиная от локскрина и центра управления, заканчивая динамическим островом. Внезапно да. Ну и плюс сама по себе система очень шустрая. Вот здесь мне прям понравилось. Прям очень хорошо. Можете пока в комментариях написать, проплачен ли этот ролик Honor или нет. Из других фишек можно свайпнуть по иконке приложения. Всплывет виджет. Правда работает это в двух с половиной приложениях. Или вот так можно потянуть со стороны и появится док с быстрым доступом. А еще можно иконку приложения растянуть. И некоторые функции появятся отдельными кнопками. Тоже в двух с половиной приложениях работает. Но фишка интересная. Здорово, да? Конечно быстро рассказал. На пол ролика. Ну ничего. Теперь у нас самое главное. Камера. Или сначала вторая интеграция. Да пусть будет. Пусть весь мир подождет. А потом камера. Что вы представляете, когда слышите слово аукцион? Наверняка просторный зал. Участников, которые поднимают таблички, выкрикивают ставки. И конечно же аукциониста, который по итогу говорит продано, вот этому обаятельному мужчине с бородой в серой рубашке. Но, к сожалению, сейчас все не так театрально. В основном аукционы проходят в онлайне и все. Например, именно так в прошлом году продали айфон первого поколения с редким объемом памяти 4 гигабайт, естественно, запечатанный за баснословные 190 тысяч долларов. Но вообще-то аукционы бывают и на снижение цены. Это называется голландским аукционом. Когда изначально выставляется максимальная сумма, а потом она снижается, пока не найдется покупатель. И прямо сейчас такой голландский аукцион проходит у Selectel. Это, напомню, ведущий российский провайдер облаков и IT-инфраструктуры. В качестве лотов выделены серверы, которые дешевеют каждую секунду. Так что можно забрать конфигурацию со скидкой до 35%. Но стоит поторопиться, лучшие предложения быстро разбирают. В аукционе участвуют уже готовые конфигурации, но если нет подходящего для вас варианта, то можно собрать свой и предложить его на аукцион, ну или просто собрать кастомный сервер, с чем вам помогут специалисты Selectel. На выделенных серверах Selectel можно разместить интернет-магазин, приложение или любой другой онлайн-сервис любого масштаба. Вся инфраструктура соответствует российскому закону о персональных данных. Переходите по ссылке в описании, либо сканируйте QR-код, чтобы успеть купить выделенный сервер с хорошей скидкой. Поехали. Про камеры. Основная широкоугольная. Это 50-мегапиксельный датчик SuperDynamic Honor Falcon Camera H9800. Это доработанный сенсор H9000 из Magic 6 Pro. В свою очередь H9000 – это по факту кастомная версия OmniVision OV50K под другим названием. Официально об этом не говорится, но теперь вы знаете. Камера поддерживает технологию LOFIC для расширения динамического диапазона. Работает так. Внутри каждого пикселя есть конденсатор, который хранит в себе фотоэлектроны. Это и позволяет улучшать HDR-изображение. Размер матрицы не дюймовый. Вот на экран посмотрите, там написано сколько. Диафрагма переменная от 1,4 до 2,0. Фокусное расстояние нестандартное – 27 мм. Хотя обычно от 23 до 25 мм. Прикольно. С другой стороны, ZTS своя серия Nubia Z уже с 2022 года ставит 35 мм на основной сенсор. И ничего. Вторая камера – перископ на 180 мегапикселей. Правда, оптический зум всего 2,5x. Фокусное – 68 мм. Есть гибридный пятикратник. А цифровой может в 100x. Кто вообще снимает с таким зумом? Даже с учетом алгоритмов получается полная хрень. Сенсор ISOCELL HP3 от Samsung. Диафрагма 2,6. Есть оптическая стабилизация. Последний модуль – ультраширик на 50 мегапикселей. Сенсор Omnivision OV50D. Хотя некоторые издания пишут, что это Samsung GN1. И спорить не буду. Но судя по размеру сенсора, это все-таки Omnivision. Но не точно. То есть это не точная инфа. Угол обзора – 122 градуса. Дырка F2. Ровно. Фокусное – 13 мм. Есть автофокус. И не отходя от кассы, взглянем на фронталку. Sony IMX 816. Разрешение – 50 мегапикселей. Угол обзора – 90 градусов. Дырка 2.0. Есть автофокус. Умеет снимать 4К. А справа от нее – TOF для сканирования лица. Очень классный Face ID. Вот дайте в пиксель Face ID, пожалуйста. Так, ну и давайте еще раз взглянем на характеристики камер в Xiaomi 14 Ultra. Ставьте на паузу. А теперь iPhone 15 Pro Max. Тоже ставьте на паузу. И прежде чем будем сравнивать, два уточнения. Во-первых, мы отбрасываем версию 6 Pro и снимаем только на Porsche. Потому что мы попробовали поснимать и на этот, и на тот. У нас все фотографии есть на оба телефона. Вообще никакой разницы. Ну то есть под лупой надо искать. Ну вот просто никакой. Поэтому для удобства оставляем один телефон. Второе уточнение – Vivo X100 Pro. У нас в обзоре не фигурирует. Потому что, ну мы с собой в Якутию взяли только вот Xiaomi, iPhone и вот эти два телефона. Хватит вам. Начнем с ультраширика. Первый пример прямиком из Якутии. Это арка желаний. Honor тут выкрутил контраст и переборщил с HDR. Это вот для тех, кто пишет, а зачем вы HDR отключаете. Вот чтоб такого не было. Xiaomi лучшим, хотя тени высветлил. iPhone просто норм, но по цветам ближе именно он. Тут балл и Xiaomi, и iPhone. Второй пример – с Bigfoot. Honor прям хорош. Слишком много синего дает, конечно, но ничего. А это он, кстати, часто будет делать. Но на Honor нравится больше всего. Xiaomi, потому что опять сделал очень светло. А iPhone единственный, кто правильно попал в цвет, но так себе. Хотя сравнивать кому что. Дальше музей вечной мерзлоты. Honor тут жесточайший провафлил с цветом. Вообще не туда. Xiaomi не смог в HDR, посмотрите на пересветы. А вот iPhone сделал хорошо. Пока три снимка и три разных победителя. Забавно. Последний пример на ультраширик. iPhone. Печаль. Шумов навалил. Honor и Xiaomi хорошо. Но цвета лучше на Xiaomi. Ближе к правде. Однозначного вывода по ультраширику не сделаю. В разных условиях каждый из телефонов снимает по-разному. Победителя нет. Переходим к основному модулю. Еще раз Bigfoot в идеальных солнечных условиях. Xiaomi и Honor оба одинаково нравятся. iPhone темнит. Но по детализации все три хорошо. Другая фотка уже в тени. Xiaomi и Honor уходят в синий. А вот iPhone по цветам отлично отработал. Смартфон Apple в принципе хорошо умеет в натуральную цветопередачу, если в кадре нет людей. Приблизим. Обратите внимание, что надпись на наклейке не читается нигде. При этом текстуру фонаря и сетку ниже видно только на Xiaomi и iPhone, а на Honor и мыло. Третий пример со скалой. Тут вообще все разное. Сразу приблизим на застывшего в веках крокодила. Кто его тоже видит. Этому рисунку между прочим около 4-5 тысяч лет. Здесь по детализации у iPhone плохо. У Xiaomi норм, а у Honor лучше всего. Да, навалил контраста. Но здесь в тему. Едем дальше, крокодил не грусти. Коридор с искусственным освещением. Хорошо на всех. По цветам лучше всего Xiaomi. Приблизим, ну да, здесь и по перешарпу меньше всего на Xiaomi. Дальше проверка на HDR и фотка с окном. Тут Honor хорошо отработал улицу и сугробы. Xiaomi наоборот передний план. iPhone без комментариев. Пожалуй отдам предпочтение Honor, фотка на него более атмосферная вышла. Раз уж пошли по HDR, то вот вам пример на контровом. Результаты забавные и разные. Приблизим. Мягче и лучше всего с солнцем справился Xiaomi. Но по деталям Honor интереснее. iPhone тоже ничего. Заметили? В этом тесте он почти нигде пока не отстает. А все потому что Apple тоже проплатили. Вот всегда приятно, когда все три производителя между собой договариваются, заносят чемоданы денег. Говорят, еридов не надо. Все. Похвали просто все три. Все. Супер вообще. А вот теперь на картинке один из комментаторов прошлого видео. Со сравнением камер. Тут Honor опять в синий ушел. iPhone темный. А Xiaomi хорошо. И по деталям Xiaomi тут круче. Такому и огонечек на сториз поставить можно. Здесь в свою очередь тоже подсказываю, какой можно написать комментарий. Что олень в разных позах, поэтому сравнение, ну все, не считается. Вообще ролик можно удалять теперь. Солнце село, домик стоит. Опять же, посмотрите какие все разные. Лучший снимок сделал iPhone. Honor и Xiaomi оба мимо с цветами. Что у них за любовь к синему я не понимаю. Не то. Дальше сложная ночная сцена. Тут прям и выбрать это невозможно. Honor очень много деталей в темноте разглядел. В том числе и дым из машины и кучу звезд. Xiaomi увидел поменьше, но снимок получился интереснее на мой вкус. iPhone по деталям хуже конечно, но снимок тоже ничего. Еще один ночной пример. Xiaomi провалился по цветам и все залил желтым. Honor сильно лучше, даже чутко переборщил с экспозицией. iPhone опять точнее всех по цвету дал результат. Переходим к телевику. Здесь напомню, что у Xiaomi есть 3.2X, 5X. У iPhone либо 3X, либо 5X в зависимости от того, про Max или нет. А Honor у нас остается только 2.5X. И будем снимать то, что ближе. 3X, поэтому мы покажем фотки не с Pro Max, а с обычного iPhone 15 Pro. Не похож на iPhone, да? Но это чехол японский, майнус. Выглядит гениально, а в руках как седьмой iPhone. Супер. Шортс про это снимем. Первый пример. Сразу приблизим. Но тут однозначно Xiaomi по деталям лучше. Honor слишком контрастный снимок сделал. iPhone внезапно с цветом куда-то не туда. Вот вам синские столбы и большой палец вверх. Заметили где он? Honor прошляпил HDR на снегу. Засвечено. Xiaomi хорош, очень много деталей. А iPhone реабилитировался и снова в цвет попал. Тут уж кому что больше нравится. Еще машинки на замерзшей реке. Река называется Синяя. Цвета тоже синие. Honor с Xiaomi вообще копия. Оба отлично отработали и тени, и деревья, и снег. iPhone в целом тоже окей. Да, кстати, все оригиналы фотографий есть по ссылке в описании, так что трогайте ручками. Хотя не знаю как тут лучше потрогать, мы и так тут приближали, показали максимально все удобно. Ночной снимок с камри под фонарем. Honor поинтереснее, потом iPhone, потом Xiaomi. А вот здесь можно такой комментарий написать. Искусственный интеллект ваш настолько плохой, что потер значок Toyota, и я уж лучше название любого бренда возьму. Теперь 5X Zoom. Уже без iPhone, потому что не Pro Max. Напомню, что у Honor 5X гибридный, у Xiaomi оптический. Первый пример с рекой Леной. Ну, неплохо выглядит и там, и там, да. Но стоит приблизить поближе, и вот видно, что значок Мерседеса лучше виден именно на Xiaomi 14 Ultra. Оптику тут не обманешь. Хотя цвета лучше на Honor. Белый снег, серый лед. Еще раз арка желаний. Тут оба очень достойны по детализации, хотя балл за Xiaomi. Скала по цвету правильнее получилась. А вот на этом примере Honor себя лучше показал. Сделал чистый белый снег, когда Xiaomi добавил какой-то желтизны. Еще пример. Прям во время движения из машины. Тяжкие условия, но оба справились отлично. Xiaomi круче по детализации, Honor по цветам. Вот прям очень хорошо по цветам. Но выбирайте сами. И здесь мы понимаем, что явного победителя у нас нет. Вот вообще нет. Поэтому переходим к портретам. Для разминки лошадка. Вообще ноль разницы. Оба смартфона ништяк. Чуть по цветам может отличаются. По самому размытию, ну давайте приблизим. На соломку смотрите. Ну здесь Xiaomi получше. Второй портрет. Добавляем iPhone. Смотрим. Ну классно все три сделали. Больше всего нравится Honor по цвету кожи. Приближаем. Детализации на iPhone вообще нет. Есть Honor и Xiaomi. Собака причем оказалась в фокусе только у Honor. У остальных исключительно лицо. А вот портрет Егора в сумерках. Если до сих пор не видели разницы, то вот она. Поставьте максимальное качество видео в настройках ваших ютубов и поймете. iPhone тут полную дичь снял. С кучей шумов. Xiaomi хорош. Но Honor еще немного лучше. Деталей много. И фон отлично отработал. Да и закат эффектнее. Еще и Горыч. Тоже ночной. iPhone снова груст печаль. А андроиды примерно на уровне. На хорошем уровне. Даже не знаю как его больше нравится. И снова комментатор из прошлого видео. Но уже на контровом. Honor нравится. Айфон окей. Хотя олень уж слишком темным получился. А вот Xiaomi наоборот сильно поднял экспозицию и высветлил фон. Решайте сами. Давайте еще приблизим на шерсть. Ну тут Xiaomi получше вырезал мне кажется. Все эти портреты были сняты на телевик. Давайте посмотрим что может основная камера. Вот он я. У Xiaomi все плохо на мой взгляд. Слишком накрутил цвета. Причем такая картинка наблюдается только в режиме портрета. Если просто на 1x фоткать то вообще все окей. И сразу фоточки из помещения. Не с самым лучшим светом. Давайте приблизим. У Honor поинтереснее как будто. Хотя не сказать что разница большая. Осталось по салфачам пройтись. В сложных условиях Honor даже с отключенными улучшалками выдал какое-то мыльцо. Xiaomi тоже мыльца накинул на подбородок. Но смотрится сильно лучше. iPhone без мазни. Зато шумов просто жесть. Такое только в корзину отправлять они в сторис. Теперь выводы. В этот раз я буду мудрее. Делайте их сами. Но я не буду говорить что лучшая камера та которая у вас есть это вообще не так. Лучшая камера это та что вам больше нравится. А вот чтобы понять какая вам больше нравится. И существуют такие обзоры. Мы посмотрели сказали о вот это мне подходит. Буду ли я Xiaomi 14 ультра менять на Honor Magic 6 RSR Porsche Design. Возможно да возможно нет. Пока я не придумал. Ну стремный телефон. Что обычный что Porsche. Но Face ID конечно нравится. Но подумаю подумаю. Возможно даже расскажу потом. И да по прежнему не знаю стоит ли делать ролик про сравнение по видео. Потому что просмотры говорят сами за себя. Можете написать. А так все. Пишите как вам Honor. Лучше ли чем Xiaomi. Чем iPhone. Ну и конечно же обязательно надо оставить комментарий. А где Huawei. Без Huawei ролик не имеет права на существование. Вот он бы показал Хуськину мать. Такая история. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода